Всем привет! В этом видео поговорим о том, что страны Прибалтики решили отключиться от российско-белорусского энергокольца. Прибалтийские государства, руководствуясь русской поговоркой «Назло бабушке, отморожу себе уши», решили отключиться от энергокольца Брелл, созданного во времена Советского Союза. С помощью указанного энергокольца прибалтийские государства снабжались нашей энергией и потому цены на электричество в Таллине, Риге и Вильнюсе были ниже средних по ЕС. Этот факт негативно воспринимался прогрессивной европейской общественностью и руководством Еврокомиссии, которая усматривала в этом признаки энергетической зависимости Прибалтики от России и небросовестной конкуренции. Предыдущим правительствам прибалтийских государств удавалось убеждать брюссельских бюрократов в том, что выход из Советского энергокольца накроет медным тазом местный бизнес, который разорится на подключении его к более дорогой европейской электроэнергии. Это в конечном итоге приведет к тому, что Евросоюз должен будет увеличить субсидии на поддержку прибалтийских экономик. И вот теперь решение о выходе Литвы, Латвии и Эстонии из Советского энергокольца наконец-таки принято. Все прибалтийские операторы систем передачи электроэнергии синхронно уведомили российских и белорусских контрагентов о том, что они откажутся от продления соответствующего соглашения и выйдут из энергокольца Брэл с 9 февраля 2025 года. О серьезности намерений прибалтов говорит тот факт, что они планируют до 9 февраля демонтировать линии электропередачи, которые связывали их ранее с российскими и белорусскими сетями. Покупать российскую электроэнергию прибалтийские энергокомпании больше не будут. Они и так два последних года существенно сократили объем ее импорта ради плавного перехода на европейскую энергию. Однако переход получился не совсем плавным. Сначала российское СВО тарифы на электроэнергию в среднем выросли в странах Прибалтики на 50%. Именно это стало основным фактором, обусловившим рост инфляции до 8% в год, что примерно в два раза выше средних темпов инфляции в ЕС. Прибалтийские эксперты прогнозируют в ближайшее время новую волну повышения энерготарифов, который ударит по энергоемким отраслям к металлургии, химической промышленности и по общественному транспорту. Теперь прибалты полностью перейдут на закупку электроэнергии в Швеции и Польше через энергомосты, в котором подключились прибалтийские сетевые операторы.